В сегодняшнем выпуске Книжкина американский писатель, поэт, создатель современного детектива и жанра психологической прозы Эдгар Аллан по книге и экранизации. Про жизнь по полную лишений, пьянства и горечи сказано немало, а вот попыток систематизировать фильмы, снятые по его прекрасным рассказам, практически не предпринимались. Поэтому мы сосредоточимся именно на этом сегменте. По количеству экранизаций, По запросто обходит всех своих коллег по темной литературе. Сравните, у Говарда Филлипса Лавкрафта 200 экранизаций, 252 у Стивена Кинга. По новеллам нашего героя сняли 356 картин, только немых 25 штук. Самой первой в 1908 году был кроссовер «Великая тайна убийства», где Шерлок Холмс, герой Артура Конана Дойла и одного из наших предыдущих выпусков, кстати, сталкивается с гориллой из рассказа по убийству на улице Морг. Через год пионер-кинематографа Дэвид Уорг Гриффит снял запечатанную комнату. Он же в 1914 году сделал короткометражку «Совесть мститель». Несохранившаяся лента «Система доктора Гудрона и профессора Плюма» стала одной из первых в фильмографии выдающегося французского режиссера Мариса Турнера. Не дошли до наших дней и две российские экранизации. «Дореволюционный остров забвения» 1917 года и «Призрак бродит по Европе» 1922. Это вольный пересказ «Маски красной смерти». Если вы не брезгуете немым синематографом, рекомендую три замечательных картины. «Зловещие истории», полнометражная антология 1919 года, включающая сюжеты Ансельма Хейна, Роберта Луиса Стивенсона и, собственно, По. И два фильма, оба 1928 года. Оба настоящие шедевры экспрессионизма. Один часовой французский, другой 13-минутный, сделанный в США. В 30-е показали несколько классических хорроров студии Universal, в которых снялся Белла Лугаше и легендарный Дракула. Убийство на улице Морг, Черный кот и Ворон. В двух последних играет еще и Борис Карлов, вечный конкурент Лугашин и легендарный киношный Франкенштейн. Из восьми фильмов сороковых интерес представляет разве что Черный кот, уютный комедийный триллер с Безелом Рэдбоуном и все тем же Лугашин. Главная экранизация 50-х, совсем крошечная, восьмиминутный мультфильм «Сердцеобличитель», озвученный Джеймсом Мэйсоном. Номинировался этот мультик на Оскар в категории «Анимация». 60-е – это повальная мода на экранизации готических историй и в первую очередь историй по 38 экранизаций, включая сериалы «Триллер» с предисловиями Боиса Карлофа, испанские новелла «Одиннадцатый час», «Английский детектив» и «Тайна воображения». Французы сделали колодец и маятник. Мексиканцы рекрутировали старенького Карлофа для съемки в фильме «Дом зла». Прозу «По» адаптировали в Югославии и ГДР. Итальянцы Сержио Карвучи и Антонио Маргеритти сняли «Замок крови» с королевой крика Барбарой Стил. Красавица Стил сыграла также в «Пяти могилах для медиума» вольной экранизации рассказа «По». Но едва ли не запатентовал экранизации мастера культовый режиссер малобюджетного кино Роджер Корман. Корман, кстати, удостойный почетного «Оскара», умел делать кино быстро, максимально дешево. Порой он обманывал актеров и просто не платил им гонорары. Сам признавался, что снимает натяп-ляп. Вон даже не удосужился молодому Джеку Николсону в «Вороне» подобрать мундир по размеру. При этом его фильмы до сих пор смотрятся с удовольствием. Особенно учитывая, какие мизерные деньги были потрачены. Корман выпустил целую серию готических фильмов по Эдгару По. «Дом Эшеров», «Колодец и маятник», «Истории ужасов», «Гробница Лигеи», «Похороненные заживо», «Ворон», «Маска Красной смерти», «Заколдованный замок», где сюжет По объединились с сюжетами Лавкрафта. Почти для всех картин сценарий написал знаменитый фантаст Ричард Мэттисон. Корман задействовал культовых актеров Петра Лоре, Дика Миллера, все того же Бориса Карлофа, Лона Чейни-младшего, Рея Милларда, а чаще остальных у него снимается Винсент Прайс. Актер с его благородной аристократической внешностью отлично вписался в визуализированную поэзию По. Кроме фильмов Кормана, он сыграл и в других экранизациях «Город в море» Жака Турнера, в продолговатом ящике, где ему аккомпанировал сэр Кристофер Ли, в великом инквизиторе Майкла Ривза, режиссера чрезвычайно талантливого и рано умершего в 25 лет. Но не только хоррор-мейкеры интересовались темной классикой. «Три шага в бреду» — это три новеллы от трех выдающихся режиссеров Федерико Феллини, Луи Маля и Роже Вадима. Чудесный фильм с звездным составом. Здесь сыграли Бриджит Бордо, Аллен Делон, Джейн и Питер Фонда, Теренс Стэмп. Это тоже экранизации По. Из более полусотни средненьких ужастиков, вышедших на экраны в 70-х-80-х, выделяются несколько работ, сотворенных мастерами жанра. Лючо Фульчин снял в фирменном жестоком стиле «Черного кота», а испанец Хесус Франко — «Месть в доме Эшеров» и «В поисках золотого дракона». Жорж Скотт сыграл в телефильме «Убийство на улице Морг», Оливер Рид и Дональд Плэзенс играют в скромном падении дома Эшеров, Патрик Макни и Адриан Пол в «Маске красной смерти». Была еще одна «Маска» того же 89-го года, совсем провальная, где сыграли Херберт Лом и брат Сильвестра Сталлоне Фрэнк. Лучшая хоррор-экранизация по за этот период — два злобных взгляда. Итало-американский проект, состоящий из двух частей. Одна снята отцом зомби-кино Джорджем Ромеро, другая — Дарио Ардженто. Мне особенно нравится первая история про «Маятник». Из экранизаций в других жанрах отмечу советский старинный детектив с отличной игрой Юрского. Есть еще два чехословацких вольтфильма, сделанных Яном Швангмайером. В 2005-м Швангмайер вернулся к классике, снял почти двухчасовое безумие. Если что, это название фильма. В 90-е за по взялись продолжатели дела Кормана. У них также не было бюджета. Но в отличие от Кормана не было и таланта. Возвращение сатаны, мумия жива, навязчивый страх. Все это такой легкий, забавный трэш. Единственная стоящая картина — «Инквизитор» Стюарта Гордона. Я обожаю Лэнса Хенриксона в роли Тарквимады. Если я христианин, если я обманываю, пусть мне отрежут язык. В нулевых гонка за звание «Худшая экранизация по» продолжалась. Участвовали в ней и кошмарный режиссер Дэвид Дэкотто, и некрореалист, друг Виктора Цоя Евгений Юфит. Даже маститый Кен Рассел снял совершенно невменяемый и бессмысленный мюзикл. Не впечатлил зрителя более приличный обличитель Майкла Квеста. Стюарт Гордон снова снял лучшего по десятилетия. В рамках сериала «Мастера ужасов» вышел его часовой фильм «Черный кот», и он великолепен. Из актера Джеффри Комза вышел прекрасный Эдгар По. В 2013-м режиссер-аниматор Рауль Гарсия снял красивый полнометражный мультфильм «Необычные сказки». Взял он за основу пять произведений По, а в 2014-м году Брэд Андерсон представил умный триллер «Обитель проклятых» с Кейт Бакинсейл, Бэном Кингсли и Майклом Кейном. Если вам понравился «Остров проклятых» с Корсезе, посмотрите и это кино. Земная жизнь Эдгара По продлилась всего 40 лет, но классик хоррора и детективов продолжает жить на страницах снова и снова переиздаваемых книг и в бесчисленных экранизациях.